Владимир Путин сегодня с официальным визитом прибыл в Рим. Итальянское турне российского лидера началось с поездки в Ватикан. Президент прошел по залам апостольской библиотеки в сопровождении церемониального корпуса. И встретился с папой римским Франциском. Это уже третья беседа российского лидера с понтификом. И традиционно разговаривали они за закрытыми дверями. Продолжение следует... Ну и сейчас мы будем узнавать все подробности. В Италии находится наш специальный корреспондент Алексей Поляков. Он с нами на связи. Алексей, есть ли какие-то уже подробности, первые подробности переговоров президента и понтифика? И почему Владимир Путин начал свой визит именно с поездки в это крохотное карликовое государство? Ну действительно, Ватикан, конечно, абсолютно уникальная страна. Страна, в которой, во-первых, нет границы. Страна, в которой нулевая рождаемость. Потому что все подданные Ватикану, а это тысяча человек, это мужчины. И вот такой мой любимый факт. Это страна, которая обладает огромными дипломатическими связями. Но при этом посольства других стран на территории крохотного Ватикана просто не влезают. И поэтому, например, посольство Италии в Ватикане находится, собственно, непосредственно в Италии. И вот в эту вот маленькую страну, конечно, да, периодически приезжают лидеры ведущих мировых стран. Приезжают, чтобы встретиться с первым лицом в этой стране. Ну, конечно, Папа Римский Франциск – это не просто первое лицо в Ватикане. Это первое лицо всей римской католической церкви. У него примерно 2 миллиарда паствы. И, безусловно, Ватикан играет колоссальную роль в европейской и в мировой политике. Ну и вот почему мировые лидеры приезжают сюда, говоря таким дипломатическим языком, с верить часы. И вот сегодня в библиотеке, сейчас прямо в библиотеке Ватикана в эти минуты проходит общение Владимира Путина и Папы Римского Франциска. Говорить они будут о сотрудничестве в сфере здравоохранения, о продолжении диалога между Россией, между Русской Православной Церковью и Римской Католической Церковью. Будут говорить также о вопросах сохранения христианских святынь в Сирии. И вот накануне многие мировые СМИ задавались вопросом, а пригласит ли Владимир Путин Папы Римского Франциска в Россию. Потому что Франциск не разу заявлял о своей любви, в частности, к Достоевскому, но в России ни разу не был. Вот на эту минуту пока что неизвестно, пригласил ли Владимир Путин с Франциской или нет. Также сегодня у Владимира Путина запланированы встречи с президентом Италии Сергио Моторелло и премьер-министром Джузеппе Конте. Возможно, вот одной из тем для обсуждения станут шаги по снятию европейских санкций с России. Потому что итальянские политики уже давно говорят, что европейские санкции – это что-то такое лишнее. Но вот не так давно, а именно вчера в интервью газете «Карьера де ла Сера» Владимира Путина итальянские журналисты спросили, а может быть, все-таки Россия сначала пойдет навстречу, то есть Россия сначала снимет свои контрсанкции, которые, скажем так, мешают итальянцам в их торговле, итальянские продукты не поставляются в России. На что Владимир Путин ответил привычно в своем ключе. Он сказал, что не мы эти санкции первые вводили и не нам, собственно, первым от них отказываться. Вот такие вот новости на эту минуту из Рима. Сейчас ждем в ближайшее время кортеж Владимира Путина около президентского дворца. Илья. Да, Алексей, спасибо. Алексей Ленин Поляков сейчас находится в Италии, рассказывает о визите Владимира Путина в эту страну. Сейчас президент встречается с Паприимским Франциском и далее у него встреча с руководством Италии.